Диафрагма это то, на чем, в принципе, держится наше тело, скажем так. Если вкратце, скажем, ну да, вкратце, наверное. Если представить бочку, которая там для заготовки вина, коньяка, ну, деревянная бочка. Вот диафрагма в нашем теле, как у этой бочки железные вот эти штуки, кольца, которые удерживают бочку, ну, чтобы ее никуда не расперло. То есть диафрагма это как такие амортизаторы, которые помогают вообще телу нормально двигаться, функционировать и распределять нагрузку дальше. Если рассматривать диафрагму со стороны висцералки, то грудо-брюшная диафрагма играет очень большую роль, роль такого поршня, который выжимает органы. То есть грудо-брюшная диафрагма при дыхании, ну, что вообще происходит с грудо-брюшной диафрагмой? Это два купола больших. Нет, давайте мы про грудо-брюшную потом более подробно расскажу. То есть диафрагмы между собой взаимно, постоянно работают. Если будет какая-то с диафрагмой проблема, какая-то проблема в какой-то с диафрагмой, то будет ограничение движения, не будет нормального дренажа органов. То есть если рассматривать грудо-брюшную и тазовую диафрагму тазового дна, то между ними как раз лежат органы. И при дыхании диафрагма одна опускается, грудо-брюшная, продавливая вниз органы. Органы должны без каких-либо препятствий продавиться вниз. То есть вторая диафрагма должна подрасслабиться. Это напряглась, это расслабилась. Потом у нас идет выдох, это расслабляется, это все поднимает назад. И они между собой таким хорошим поршнем работают. Это называется синергия. То есть есть еще также диафрагма купола плервы, ну купол плервы как диафрагма. Она также на вдохе у нас поднимается, раскрывая грудную клетку, на выдохе опускается. И дополнительное, что я сюда добавил, диафрагму рта. Ее не будем прям к дыханию относить, но вообще вы должны понимать, что все диафрагмы между собой связаны на дыхании. Поэтому дополнительно отрабатываем диафрагму рта, так как от состояния диафрагмы рта, то есть диафрагма, то что внизу здесь, кто на лице был, умеет с ней работать уже, я думаю. Вот, поэтому нам нужно будет ее провести в порядок. Так как от ее состояния будет зависеть, точнее от ВНЧС и ее состояния будет зависеть состояние вагуса. Вагус это нерв, который нервирует практически все органы. Вот, сейчас мы до вагуса дойдем, но пока мы должны отработать именно диафрагму. Диафрагма, по сути, является тем, что на них держатся практически все органы. Они держатся на диафрагме и на брюшине. Ну, еще на позвоночнике. Все кишки держатся на позвоночнике. Желудок, печень держатся на диафрагме. И, соответственно, 12-перстная кишка, ну, там есть фасция, которые вплетаются в брюшину, но не суть. По факту, основная масса держится на диафрагме, на грудо-брюшной. Если грудо-брюшная диафрагма одним куполом не дышит каким-то образом, почему-то, уходит в спираль. Тазовая диафрагма, если она напряженная, да, диафрагма, она на дыхании не будет нужной амплитуды давать. Тазовая диафрагма тоже будет плохо работать, с одной стороны. Ну, и, соответственно, там куча всего, то, что это смещение копчика, это у нас ухудшение дыхания с правой стороны, застой в правом легком, боль в правом плече, в правой шее и так далее. Вот, то есть, если брать спазм диафрагмы, это прямо, она вообще вот очень много куда бьет. Поэтому нам важно наладить эту диафрагму. Начнем мы с вами, с копчика. Конечно, что на ребрах держится, а что на диафрагме диафрагма? К органам придем, я буду уже анатомию рассказывать. Поэтому дыхание диафрагмы очень важно. Важен именно вот этот процесс выжимания органов. То есть, каждый орган, я про это тоже буду подробно, хотя не буду подробно рассказывать, каждый орган у нас находится в такой оболочке. Да, фасции, в этой фасции плавает интерстиция. Между собой они там все склеены, органы склеены через ту же самую фасту, есть висцеральный сустав так называемый. Ну и, соответственно, надо вот это все дело выжимать, обновлять. Полы органы, как печень, ее нужно выжимать стабильно. То есть, диафрагма за счет дыхания как раз и выжимает печень. Проталкивает. Ладно, дойдем, подождите, что-то я все за диафрагму, там пошло уже сразу. В общем, нам очень важно наладить состояние именно этих структур. Поэтому мы с вами начнем с копчика, с тазового дна, потом у нас будет ВНЧС, челюсть и грудо-брюшная диафрагма. Вот такой будет шаблон. Сейчас будем последовательно все делать. А? Ну, тут я смотрю из того, что мы перевинули человека на спину, нам нужно отработать по-любому таз. Это первое дело. Ну, как диафрагма, с которой зависит грудо-брюшная диафрагма, тазовая диафрагма, она зависит с ней. Ну, и мне кажется, это удобнее оттуда начинать. Пошел, эту наладил диафрагму, следующую наладил, и потом грудо-брюшную. Снизу, потому что зажато ревно. Да, и так же наоборот. Эмоции или нет? Не, не, эмоции и там, и там будут. Все зависит от того, что... Какая эмоция? Что за эмоции? Эмоции, может быть, связаны с сексуальностью, желанностью и так далее, это будет с проблемой изначально тазового диафрагма, тазового дна. Если это момент общества и принятие вообще общества вокруг себя. Он, ну, больше печень повлияет, нежели желчный. Желчный, как правило, вторичный. Желчный, мы дойдем до желчного, ребят, не гоните. Не гоните, я сейчас опять убегу куда-то не туда. Желчный, вторичный. Виной, как правило, печень и связки печени. Печень может повлиять. Печень? Фрагма может быть не обязательно первичная, может быть вторичная. Да, да. Ну, давайте делиться. Мяско. Кто на тазовое дно ко мне ляжет, пупсики? Давай. Можешь даже не снимать пока штаны. Ложись. Да, да, да. На живот. На живот. То есть вот мы покачали лимфу, перевернули, нам нужно поправить таз, тазовую диафрагму, и потом переворачиваем обратно и уже работаем спереди. То есть вот будет момент, где мы с вами будем работать. А тут больше вопрос печени. Дайте, пожалуйста, мне этот валик. Будьте так любезны. Нет, валик, валик, валик. Он там лежит. А сейчас Витя подаст. Потому что венки. Варикоз, венки – это всегда к печени вопрос. Ну что, тазовая диафрагма. Вся тазовая диафрагма подвязана на копчике. Поэтому как базовая диагностика, в чем есть у нас проблема, в том, что… Точнее, базовая диагностика по копчику, мы смотрим его отклонение, куда он уходит, в эту сторону. То есть положили пальчик либо большой, либо средний прямо на копчик и посмотрели расстояние между связками и копчиком. То есть где пробел больше, значит, там мышцы ослаблены. Где пробел меньше, значит, мышцы укорочены. И вот там, где будет… А? Можете подойти посмотреть? И кто-то записывает. Давайте. Да, давай. Ставим палец на копчик. Диагностируем копчик, куда смещен. Диагностируем смещение копчика. То есть сюда посмотрели, сюда посмотрели. Ну, здесь, кстати, более-менее, как будто бы прям чуть-чуть влево затянут капельку совсем, но это только кончик. Так, прям клади ручку вот так и слезай с него с одной стороны, с другой. И что-то я должна почувствовать там. Должна понять, где меньше пространства. Куда палец проваливается, а куда меньше проваливается. То есть вот у нас копчик. Сейчас, где у нас? Ну, здесь слева он больше проваливается, а с права. Угу. Да? Ну, там только у него кончик чуть-чуть загнут. Вот, мы поставили вот так с вами. Вот у нас копчик. И мы с него смотрим. Вот сюда провал и сюда провал. Здесь есть связка. То есть мы смотрим, насколько здесь оно все проваливается. Если он смещен, соответственно, здесь пространство будет меньше. Правильно? Здесь больше. Да. Все просто. Уже просто меньше будет проваливаться. Правильно? Да, да, да. Ну, вы будете чувствовать. Вы положили пальчик, и уже можно почувствовать, куда он уходит. Мы смотрим с вами, насколько он загнут в сторону. И также смотрим, насколько он загнут внутрь. То есть насколько он гармонично продолжает крестец. Только это все вот так же ты положила пальчик. И смотришь, по нему идешь. То есть насколько он гармонично продолжает крестец. То есть насколько он не в завал уходит. Не внутрь. Вы должны пощупать разные копчики, чтобы понять. Конечно, мы поэтому сейчас друг с другом будем работать. А некоторые даже поломанные. Конечно, поломанный копчик. Вверху торчат. Поломанный копчик мы особо... Мне очень важно разобраться, у меня с ними копчик, куда-то смотрят. Я хочу разобраться с копчиком. Удивительный копчик. Работа с триггерами? Не-не-не, следующая. Смещение копчика. Погоди, сейчас. В сторону смещения, работа с триггерами. В сторону смещения копчика. То есть, вот у нас вправо хуже идет. То есть, копчик чуть свернут у нее... А, вправо, влево. В общем, там, где укорочено, мы работаем с триггерами. То есть, находим здесь ай-ай. Как мы находим ай-ай? Мы заходим, копчик нашли, с него ушли в сторону, находим жесткость, связку. Залезаем в эту связку до ай-ай и держим, пока она поплывет. И также, в принципе, работаем с мышцами. Это работа на расслабление мышц. Все работает, все правильно. Вот нашли здесь еще вкусняшечку, да? Вот, и прямо не боимся. Вот кость седалищная, с нее слезаем внутрь и давлением вон туда уходим. Прорабатываем мышцы таза вот таким образом. Ну, вот туда вот больше. Прямо за кость туда. Рядом с копчиком. Мы не сместим его, ничего не сломаем? Нет, в копчик мы не лезем сам. Мы сам копчик не трогаем. Мы работаем с костью. Дайте, пожалуйста, опять мне это. И это ничего, никого его не сместить, да? Вот, смотрите, копчик у нас ушел, допустим, вот так сюда. И мы поехали. Вот нашли здесь связки, залезли вот сюда. Залезли вот сюда, залезли вот сюда. В идеале еще и сюда залезть. То есть прямо вот за седалищной вон туда вот на кость идти. То есть не вот так идти, а на кость. Понятно? Вот. Главное не соскользнуть. Поэтому лучше работать в белье. Есть перчаточки, кто некомфортно себя будет чувствовать, можно работать в перчатках. В кинезиологе все в перчатках работают. Я обычно в перчатках не работаю. Вот. Жарко, пипец у нас тут. То есть с той стороны, куда он смещен, мы работаем с триггерами. Третье, с противоположной стороны разминаем. С противоположной разминаем. То есть нам нужно с другой стороны дать тонус мышцам. Для этого их надо помять немножко, дать им нормальную циркуляцию. То есть там мы давим статично, держим. А здесь, где копчик откуда ушел, мы там. Мягенько праминаем. Ну как мягенько. Прям залезаем. Мы как в мышце работаем, мышцу праминаем. Прямо ей. Ну, нормально. Работаем с триггерами, спайками. Здесь больше, чем стоит поработать. С одной работаем с триггерами, с другой разминаем. Куда смещен там триггер, с другой разминаем. Вы должны понять принцип, что в одну сторону мышцы тазового дна, с одной стороны они укоротились, видно волокна идут. Вот туда его и утянули. То есть нам нужно там расслабить, здесь тонизировать. Вот эта история будет что делать? Когда копчик ушел в сторону, у нас и таз будет тоже уходить в ротацию. То есть таз будет адаптироваться. И вот человек, который пришел, говорит, я типа долго сижу на работе, вот сижу, у меня начинает болеть поясница. Вот тогда мы точно лезем сначала в копчик. Наладить работу копчика, это всегда очень полезно. Для мальчиков, для девочек, для всех. А себе как бы так вот это невероятно? Ну, из того, что можно самостоятельно сделать, ну, можно попробовать, конечно, маленьким мячиком садить. На сколько маленьким? На арахис посетить. Глашов, он тоже не соскользнул. Я не знаю, честно. И с самопомощью после вот этой отработки можно давать уже будет задание пациенту на то, чтобы он либо кегеля, либо хотя бы просто статично напрягал анус. Ну, как тренировка, понапрягал, понапрягал, расслабил. Потом напряг, подержал. Подержал там 5-10 секунд, расслабил. Опять понапрягал. То есть нужна работа именно тазового дна, чтобы было вот это вот ощущение. Ну, вообще, мышцы, чтобы подкачивались. Есть еще вариант, еще более простой. Когда мы садимся на попу, берем вот этот экспандер, если он у меня здесь лежит. Да, вот чудесно. Вот такую штуку. Садимся на попу, спина прямая. Ну, и, соответственно, на попе делаем вот это движение. Ну, или кулаки, да? Сжимаем ножки. Ну, либо кулаки, да. Если нет, то есть нет его. То есть это тоже вариант тренировки тазового дна. То есть это то, что важно давать клиенту, если вы видите, что у него копчик хорошо ушел. Ему важно закрепить потом еще мышцы тренировка. Ну, вот йоги могут вам еще рассказать много упражнений. Дышать маткой, например. Нет, нет, нет. Да, это я уже смеюсь. А у меня очень зоническая, что же. Да? Ну, давай потом. Давай уже добью этот момент. Понятно? Прям по кости идем, слушаем, находим везде ай-яй, где куда смещен копчик, там делаем, там давим в триггеры. И где не смещен, там разминаем. Следующее, что если вы нашли, что копчик у вас ушел туда, вглубь, то тут будем пользоваться с вами ребаунд, такую технику. Помнишь, да, ее? Я знаю, на животе есть. Прямо на крестец ставим руку. Натягиваем крестец. Прочем человека сделать глубокий вдох. Задержали дыхание. Давай еще раз выдохни. Задержали дыхание. Еще раз вдох. Задержали. И слегка подтолкнули, он в том векторе. Выдох. Компрессия? Нет, это ребаунд называется. Если что? Если копчик загнут. Ну, загнут имеется в виду, то есть, да, внутрь. То есть, не скручен, а загнут. А это как понять? А это ты почувствуешь, когда у тебя вот копчик, он должен быть, вот ты положил руку на крестец, и копчик должен быть продолжением крестца. А если чувствуешь, что он сразу в жесткий загиб уходит, то мы точно делаем ребаунд. Понятно? Да, повторите технику. Здесь не надо давить со всей дури. Принцип здесь идет отскока. Ребаунд. А есть еще ребаунд для полочки или для печени? Есть ребаунд для позвоночника и так далее. Прыгаем. Я бы за слово слышала. Делаем глубокий вдох. Задержали дыхание. Толчок. Выдыхай. То есть, здесь не нужно делать со всей дури. Тут не должно быть щелчком. Мы, по сути, что делаем? Мы натягиваем крестец и подталкиваем его, тем самым выталкивая копчик. А когда натягиваем вектор к шее? Вектор в пупок. А сколько раз? Сколько раз, пока вам прям не понравится копчик. Но если вы увидели, что копчик прям сильно загнут, то есть идет резкий угол. Ну, если взять нашего скелетика, и вы почувствуете, что у вас вот такая вот история с копчиком. То это, как правило, уже сломанный копчик. Или он где-то будет вот здесь так загнут сильно. То это ломанный копчик, в принципе, ребаунтом будет ему получше, но вы его не вытащите, не выправите. Понятно? Поэтому очень важно... В какой момент мы делаем толчок? На задержке дыхания. То есть эта техника связана и с краниальным ритмом, с техникой такого отскока определенного. То есть, по сути, нам нужно просто слегка задать толчок. Вдох. Выдох. И дальше важно, чтобы у вас рука прям начала плыть обратно. Вдох. Выдох. И слушайте, насколько оно плавное здесь. То есть оно должно под рукой стать прям такое мягенькое, плавное. И поверхностная кожа, она на вдохе и на выдохе должна прям шевелиться хорошо. То есть делаем вот эту историю, делаем ребаунд. А если копчик сломан, то его такая стабильность? Ну, если копчик сломан, можно работать ребаундом, но как бы он прям идеальный, не будет все равно. Но состояние очень получше будет. А если, например, после быстрых ротов копчик, ну, вот торчит просто... Назад, да? Ну, да, вот он ровно стоит. Бывает же такое. Плод вышел, и вот он ровно устал, и он не загибается, ничего. Вот он просто стоит. Но это надо стенизировать мышцы тазового дна. Это надо прям проминать, разминать, тренировать мышцы тазового дна. Чтобы мышцы стянули, копчик обратно натянули. Так это, скорее всего, из-за того, что ослабленность мышц тазового дна. И нужно закачать тазовое дно, чтобы потом... Ну, чтобы копчик утянул назад. Но если это уже давно, то это ничего не особо не изменится. Если копчик торчит, и... Ну, не знаю, если года два тренировок с тазовым дном, возможно, это будет... Я не экспериментировал, скажем так. Ну, кстати, копчик получше, прям встал чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Хорошо.